Полиция на стороне света, но в пределах разумного. В Карачаево-Черкесии инспекторы ГИБДД Республиканского МВД объявили охоту на любителей сумрака и запрещенного тюнинга. Дополнительные профилактические мероприятия нацелены вывести всех, кто управляет автотранспортом, из тени тонировки. А также создают опасность для остальных участников дорожного движения. Ахмат Халкетчев продолжит тему. По требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, светопропускаемость должна составлять не менее 75%, а степень затонированности полицейский определяет с помощью специальных устройств. Снижение светопропускаемости передних стекол автотранспорта относится к категории грубых нарушений правил. И, как заверяют полицейские, к данной группе нарушителей с их стороны никакого снисхождения быть не может. На уровень безопасности дорожного движения сотрудники госавтоинспекции дают весьма истерпывающий ответ. Также полицейские отмечают, что любители сумрака идут уже вынуждены на еще одно нарушение, которое крайне серьезно влияет на общий уровень безопасности на дороге. Пленочное покрытие, нанесенное на переднюю часть автомашины, ухудшает обзорность места водителя. В следствии чего некоторые водители устанавливают дополнительные световые оборудования гораздо мощнее, чем предусмотрено его техническими характеристиками. В следствии чего ослепляются водители, которые направляются в попутном движении или во встречном направлении, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. И вне рейдовых мероприятий инспекторы выявляют любителей оставаться в тени тонированных стекол. За первое нарушение полицейские выписывают штраф в 500 рублей и требования на устранение несоответствия в течение суток. А вот если любитель сумрака попадается во второй раз, то ему помимо того, что возрастает сумма штрафа, может грозить и заключение со сроком до полумесяца. Ахмат Халкечев, Олег Махожев, Вести Карачаева, Черкесия.